На самом деле развал советского государства, вот я вам называю точную дату, январь-июнь 1987 года. Два самых сокрушительных пленума ЦК. Почему, кстати, Горбачев именно тогда не просто провозгласил курс на перестройку, курс ударить по штабам, курс на выработку новой идеологии перестройки, именно на этих двух пленумах. Но он на последующем пленуме инициировал изгнание из состава ЦК более ста человек. Именно тех человек, которые могли стать преградой на пути его преступной политики. У нас, к сожалению, а когда говорят о 20-м съезде партии, всегда акцентируют внимание именно на вот этом закрытом или секретном докладе Хрущева, который был посвящен разоблачению сталинского культа. Но еще 25 лет назад наш замечательный историк Юрий Николаевич Жуков сакцентировал внимание на других аспектах работы этого съезда. Я считаю, что он это совершенно правильно сделал. Но, увы, этого не заметили все его коллеги, за очень небольшим исключением. Потом, спустя лет 15, тот же Александр Владимирович Пыжиков тоже акцентировал внимание именно на этих аспектах, о чем идет речь. Главное содержание 20-го съезда – это не антисталинский доклад. Это была лишь дымовая завеса того, что на самом деле Хрущев провозгласил на этом съезде. А принципиальные решения, которые определяли весь внешний и внутриполитический курс страны, он состоял в двух главных аспектах. Первое. Вот у нас говорят о том, что якобы именно Хрущев поставил под сомнение ленинский тезис о неизбежности войн и выдвинул принципиально иную парадигму внешней политики о существовании, о мирном существовании государства различным общественным строем. Это неверно. Дело в том, что этот курс был провозглашен еще Сталином. Почитайте его, например, интервью, в том числе последнее предсмертное интервью американским журналистам. Посмотрите выступления того же Молотова, Маленкова и так далее, и так далее. Хрущев-то как раз на 20-м съезде партии впервые, по сути дела, заявил о начале милитаризации советской экономики для борьбы с мировым империализмом. И второе важное обстоятельство. Именно на этом съезде Хрущев, по сути дела, стал, или вернее провозгласил ревизию сталинской политической реформы. Суть которой состояла в следующем, что мы отодвигаем партийный аппарат, это подчеркиваю, не партию, а партийный аппарат от исполнения конкретных хозяйственных и производственных функций. Оставляем за партией, за партийным аппаратом только идеологическую и кадровую работу и перераспределяем власть в совет министров СССР и в исполкомы советов всех уровней. Так вот Хрущев на этом съезде в своем докладе сказал о том, задолго до Брежнева и задолго до Брежневской конституции, что именно партия является руководящей силой советского общества и что надо всемирно усиливать роль партии в хозяйственном и государственном строительстве. А все остальное это была дымовая завеса с тем, чтобы переключить внимание и советской общественности и всего мирового сообщества именно на разоблачение сталинского культа. Но при этом я замечу, что еще в 1954 году, когда на Западе стало понятно, куда веет ветер, была принята специальная секретная директива Совета национальной безопасности, где было прямо сказано, что сейчас в условиях разоблачения сталинских преступлений нам надо будет очень активно использовать именно эту тему для расшатывания социалистического лагеря и отбрасывания коммунизма. Поскольку я напомню, что именно с 1952 года с приходом Эйзенхауэра и Джона Форестера Даллеса к управлению Америкой на смену Трумановской доктрине сдерживания коммунизма пришла доктрина отбрасывания коммунизма. Именно вот этот жупел антисталинизма и стал одним из главных инструментов реализации этой доктрины новой американской администрации. Евгений Юрьевич, вот сталинские соколы, сталинские наркомы, ну это просто классика, что это были за люди. Вот на ваш взгляд, когда произошло перерождение советских управленцев из сталинских наркомов в Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе и вот всех этих негодяев, которые, во-первых, ничего не умели и не знали, а во-вторых, разрушили нашу страну? Нет, ну я бы не сказал, что они ничего не умели и не знали. Это все-таки были опытные управленцы. Тут тоже не надо перегибать палку. Я вот возвращаясь к как бы итогам или последствиям 20-го съезда, хотел бы сказать, что самая пагубная может быть роль вот этого антисталинского доклада, она заключалась в том, что она нанесла непоправимый удар по всему рабочему и коммунистическому движению. И именно с этого момента внутри рабочего и коммунистического движения начинается становление так называемого еврокоммунизма. Что такое, по сути, еврокоммунизм? Это второе издание «Берштянство». То есть это чисто ревизионистская доктрина, которая была взята на вооружение крупнейшими европейскими компартиями. Я вот просто могу сослаться на того же Вячеслава Николаевича Матузова, который в 68-м году, вернее, в 66-м, пришел работать в аппарат ЦК, в международный отдел, к Пономареву, Борису Николаевичу, который еще во времена Сталина работал в Коминтерне. Так там все тайно аплодировали «Пражской весне». Он говорит, я просто был в шоке, когда в разговорах, кулуарных разговорах с сотрудниками аппарата ЦК, они все поддерживали и приветствовали «Пражскую весну». То есть, по сути, дело сдачи социализма вот этими вот еврокоммунистами в лице Дубчика, Кригеля и прочей, так сказать, публики. И Брежнев прекрасно знал, кто у него сидит в аппарате ЦК. Он сам их называл «мои социал-демократы». Гладил по головке и, по сути дела, ничего не делал, рассчитывая на то, что Михаил Андреевич Суслов, он все знает, и он тебе надо, что называется, подкрутит гайки. Но Михаил Сергеевич, как и все мы смертны, прошу прощения, Михаил Андреевич, как и все мы смертны. И когда Суслов ушел и пришел на пост сначала второго секретаря, а потом и генерального секретаря Андропов, вот здесь эта публика вылезла из окопов. И приход Горбачева к власти – это был объективный процесс, который выражал интересы именно вот этой переродившейся уже антибольшевистской, по сути, не просто парт ломенклатуры, а парт аппаратчиков. Потому что надо знать механизмы власти в СССР. Политбюро голосовало за те бумаги, которые не из канцелярии Иисуса Христа спускались, а которые готовились внутри этого аппарата ЦК. А кто их готовил? Мы теперь прекрасно понимаем. Тоже Черняев, тот же Брутонс и т.д. и т.п. Вот о чем идет речь. Поэтому перерождение парт аппарата стало прямым следствием антисталинского доклада Хрущева и вообще его политики, когда он отодвинул Совет Министров и другие органы, я подчеркиваю, советской власти. Вот реально ключевых этой власти. И перераспределил эту власть в пользу даже не секретарского корпуса. Это тоже заблуждение. А именно в пользу аппаратчиков и внутри самого ЦК, ну и, соответственно, на уровне всех рискомов, крайкомов и обкомов партии. Константин Викторович, ну, 20-й съезд нанес очень серьезный удар по мировому коммунистическому движению. Фактически он вызвал достаточно серьезный конфликт с Китаем, потому что для китайцев и для МАО лично разоблачение, так называемое, Сталина было неприемлемо. А почему нельзя было сделать в Советском Союзе так, как сделали китайцы, которые сейчас говорят, да, у МАО, допустим, было 30% ошибок, но 70% хорошего. Почему необходимо было по Сталину нанести вот такой удар? Вы знаете, я читал воспоминания о том, как отозвался 20-й съезд в мировом коммунистическом движении, воспоминания албанского лидера Энвера Ходжи. И вот это было очень любопытно, потому что дело даже не в том, что развенчана была личность Сталина. Дело в том, что изменился характер, способ строительства взаимоотношений советской номенклатуры, советской бюрократии с союзниками вовне, в том числе в Восточной Европе, которую албанцы, собственно, и представляли. Их начали отодвигать от коллективного обсуждения, начали подрываться принципы, вот важные принципы для Коминтерна, да, когда идея борьбы с мировым империализмом, борьбы за мировую революцию. И, кстати, мне кажется, мы должны сопротивляться такому подходу, как будто бы эта идея принадлежала Троцкому, ее чуждали с Ленина Сталин, ничего подобного. Так вот, эта идея отодвигается на задний план и начинает в мировом коммунистическом движении доминировать доктрина того, что Бжезинский впоследствии... Он, кстати, был молодым таким человеком, примерно в это время учился в Канадском университете Могила, и он своей дипломной работой делает такой объемный очерк. Мы должны понимать, что здесь речь шла даже не просто о личности, а о фигуре, с которой в мировом коммунистическом движении ассоциировалась победа над фашизмом. То есть Сталин — это человек, разгромивший фашизм, разумеется, не в одиночку, конечно же, при общем участии, при колоссальном самопожертвовании советского народа и его товарищей по всему миру, включая оккупированную фашистами Европу. Но, тем не менее, это был человек, с которым победа над фашизмом, еще свежая, еще дымящаяся в крови победа, ассоциировалась. И тут такой вот первый удар, а второй, и, наверное, самое главное, начинаются попытки блокировать общение с лидерами коммунистической партии, саботаж переговоров и так далее и тому подобное. И все это, я так понимаю, что происходило не только в голове Коджи. Я чувствую, что то же самое ощущали и в Китае, и в других странах. И вот это, мне кажется, тоже недооцененное, нечасто обсуждающееся следствие 20-го съезда. Хотя, конечно, в западной историографии и в публицистике 20-й съезда и у нас сегодня, я не знаю, вы, наверное, обращали внимание, каждый раз, когда галактина это приближается, центральные телеканалы снимают торжественный сюжет о том, как начала рушиться сталинская диктатура, о том, как начали пробиваться ростки демократии, какие люди к этому причастны, и как мы должны благодарны быть этим людям. И на Западе та же самая история. 20-й съезд – это в первую очередь доклад о развенчании культа личности в истории, это покушение Крущева на сталинское наследие и, в общем, начало тихого переворота. То есть этот миф сложился, этот стереотип работает, и он является общепринятым, общепризнанным. Все вот нюансы, которые мы сейчас обсуждаем, они, как правило, выносятся за скобки. Образ Сталина сейчас пошел в народ, как, например, образ Че Гевары. Вот по вашей аудитории, у вас аудитория достаточно большая, разнообразная и по возрасту, и по социальному положению. Что вы видите? Что сейчас образ Сталина? Сложно сказать, потому что, с одной стороны, наблюдается, если мы возьмем тот сегмент молодежи, который тяготеет к западным ценностям и который очень легко вовлечь в такую либеральную орбиту влияния, то, конечно, Сталин для этих молодых их немало, их очень много. Я думаю, что в университетах, в школах, судя по той почте, которую я получаю, именно такая молодежь доминирует. Для этой молодежи Сталин – это колыма, как рассказывается во многих популярных ютуб-роликах об истории. С другой стороны, есть, конечно, немногочисленная прослойка сознательных ребят, которые свое отношение к Сталину формируют не полубочному такому типу. Есть другая крайность, когда люди обоготворяют, боготворят, боготворят, точнее, Сталина, превращают его в некую икону. Есть меньшинство молодых, ну и не обязательно молодых людей, которые стараются относиться рационально, критически к любой исторической эпохе, к любому историческому деятелю и не выпячивать личность вперед истории, осознавая, какая у этой личности в истории роль. Что, кстати говоря, Сталин и в своих работах, и в своих выступлениях всегда подчеркивал по поводу попыток нашей власти эксплуатировать символы советской эпохи. Вот Сталин – это один из очень популярных символов, который сегодняшняя буржуазная власть пытается эксплуатировать, ставить себе на службу. Один из очень популярных распространенных рефренов в охранительских средствах массовой информации, а все провластные, принадлежащие правящему классу средства массовой информации, разумеется, такую охранительскую линию проводят. Так вот, этот популярный референс вводится к тому, что сегодняшняя эпоха прямо наследует Сталинской. Что у нас в Кремле чуть ли не продолжатель дела Сталина, что сегодня у нас в стране строится социализм просто с другим лицом, что Сталин был борцом за рыночную экономику, что в своей работе о проблемах социализма в СССР экономических он оправдывал такие категории, как прибыли, такие категории, как частный капитал, строительство артелей и так далее. Вот эта вот вся идеологическая квази-политекономическая требуха используется в целях не столько дискредитации наследия Сталина, хотя, конечно, это происходит не столько для того, чтобы отвлечь людей от изучения того, чем Сталин на самом деле являлся, сколько для того, чтобы укрепить шатающийся авторитет самой власти, внушить людям, что вам не за что бороться со социализм. И так есть, посмотрите, вся экономика государственная, границы расширяются, и Сталин расширял границы. Сталин уничтожал врагов советской власти, и Путин уничтожает врагов советской власти. А если ты вдруг с такой аналогией не согласен, с такой метафорой не согласен, стало быть, ты транскист и заслушиваешь лидоруба в такой же степени, как заслуживал его первоначальный получатель. И вот вся эта публика начинает клеймить тех, кто по-настоящему сознанием дела, сознанием вопроса пытается рассуждать и о Ленине, и о Сталине, и о преемственности двух этих эпох, клеймить их тем же, собственно, теми же терминами, какие использовались охранительской печатью перед Великой Октябрьской революцией. То есть мы становимся агентами кайзера Вильгельма, мы становимся иудушками, соглашателями на довольствие у иностранного капитала, мы становимся предателями отечества, которое сегодня прямо или косвенно объявляется сталинским. Но, разумеется, любому вменяемому человеку понятно, что это полное блажь, надувательство и профанации, передергивание. Хотя есть немало тех, кто в это верит по-настоящему. И именно отсюда продающиеся на каком-нибудь Арбате футболки со Сталином и Путиным чуть ли не в обнимку, и отсюда популяризация этого образа, отсюда лубочный культ, о котором вы, наверное, сейчас, задавая вопрос, говорили тоже. Мне кажется, что вот эти вот три составляющие необходимо четко разделять. Есть люди, которые ненавидят Сталина, их действительно много. В первую очередь, это представители имущих классов, у которых любое упоминание советской власти и такой фигуры, как Сталин, вызывает судорожный страх потерять награбленное, потерять то, что им было приобретено. Есть молодежь неразумная, которой наша система образования уничтожена, разваленная система образования просто промывает мозги. И есть относительно небольшое количество наших с вами зрителей и слушателей, которые понимают, что к чему, и стараются дойти до всего собственным умом, а не моим, Евгения Юрьевича, или чьим-нибудь еще. Я прошу прощения, я хочу сказать, что разделение Сталина и Ленина, рассказы о том, что, дескать, Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, вот эту космополитическую. Да-да-да, тоже популярно очень. Это вот все в той же парадигме. Это манипуляция чистой воды, рассчитанная прежде всего на людей, которые принимают все за чистую монету и не в состоянии отделить зерна от плевел. Кстати, одна из задач коммунистической партии – все вот эти манипуляции разоблачать и показывать всю их пагубную сущность. Есть такое мнение, что после Сталина, собственно, строительство социализма в России, в Советском Союзе закончилось и уже началась вот эта конвергенция, причем за наш счет. Но мне при этом кажется, что эпоху Брежнева тоже нельзя сбрасывать со счетов. Все-таки, ну, наверное, тогда люди жили как никогда хорошо, как никогда до и как никогда после. Слушайте, ну, это тоже пропагандистские штампы, во многом связанные с тем, что основная масса населения страны, увы и ах, плохо знает нашу историю, в том числе и советскую историю. Представлять дело таким образом, что со смертью Сталина последующие руководители СССР и КПСС отказались от строительства советского проекта, сам этот термин мне очень не нравится, это, конечно, ложное представление. И Хрущев, даже несмотря на его чудовищную безграмотность, и Леонид Ильич Брежнев, они были все-таки убежденными коммунистами, не очень грамотными, прямо скажем, но убежденными. То есть они все-таки были людьми из народа. Да, они совершали ошибки, как и любой руководитель. А что вы думаете, Сталин не совершал ошибки? Ведь, условно говоря, задача-то состоит не в том, что нельзя совершать ошибки. Задача состоит в том, и об этом говорил Ленин, что надо уметь видеть эти ошибки, признавать эти ошибки и исправлять эти ошибки. Понимаете? То, что у нас в период Сталина, Брежнева и Хрущева шло развитие советской экономики, это совершенно очевиднейший факт. То, что у нас шло развитие социальной сферы, это тоже совершенно очевиднейший факт. Но слушайте, ведь сокращение рабочего дня, увеличение количества выходных, декретные отпуска, пенсии, пособий и так далее, это все наследие не только Сталинской, но и Хрущевской, и Брежневской эпохи. Вы абсолютно правы, что основная масса населения страны, то есть сотни миллионов человек, я вот это хочу подчеркнуть, сотни миллионов человек стали более-менее сносно жить именно во времена Брежнева. И это была заслуга всех предшествующих руководителей советского государства. Ведь вы же поймите, история отвела советской власти всего каких-то 74 года. Песчинка в мировой истории. Из этих 74 лет нам пришлось сколько воевать и сколько восстанавливать. Гражданская война, разруха, восстановление, Великой Отечественной войны, разруха, восстановление. Евгений Евгеньевич, вот эта конвергенция, мысль сама, что можно с хищниками договориться и как-то к ним приблизиться, она, мне кажется, нанесла по Советскому Союзу сокрушительный удар. Это тоже заблуждение. Дело в том, что не надо строить ложных конструкций о том, что, дескать, Хрущев или Брежнев пошли, значит, по пути реализации вот этих идей конвергенции. Если их высказывали какие-то ученые, какие-то сотрудники аппарата ЦК, или даже кто-то из руководителей, это не значит, что сам курс на конвергенцию тогда был провозглашен. А вот то, что при Горбачеве началась реализация, по сути дела, негласно, вот этого курса на конвергенцию, это совсем другая песня, что называется. На самом деле развал советского государства, вот я вам называю точную дату, январь-июнь 87-го года, два самых сокрушительных пленума ЦК. Почему, кстати, Горбачев именно тогда не просто провозгласил курс на перестройку, курс ударить по штабам, курс на выработку новой идеологии перестройки, именно на этих двух пленумах, но на последующем пленуме инициировал изгнание из состава ЦК более 100 человек. Именно тех человек, которые могли стать преградой на пути его преступной политики. Опять-таки, не надо путать ошибки того же брежневского руководства или того же хрущевского руководства с навязанной опять парадигмой в том, что это были предатели отечества, что они свернули с генеральной линии партии и т.д. и т.п. И надо разоблачать опять-таки эти вещи. Почему? А потому что, говоря такие вещи, вольно-невольно все вот эти пропагандисты льют мельницу, прошу прощения, льют воду на мельницу наших классов врагов. Это из той же парадигмы. Константин Викторович, а вот на ваш взгляд, вы говорили про молодую аудиторию, про более-менее университетскую аудиторию, московскую прежде всего. Почему вот этот миф о ГУЛАГе, он оказался таким живучим? Почему некоторой аудитории так легко его навязать? Ведь деятельность правоохранительных органов, я не люблю слово репрессии, деятельность правоохранительных органов, она в той или иной степени затрагивала 2,5% населения. Ну, если мы сравним то, чего затрагивала деятельность тогда и то, как эта деятельность выглядит сегодня, то, я думаю, выводы будут очевидны. У нас вдруг внезапно обнаружится, что у нас ГУЛАГ сегодня, а не за спиной и за плечами. У нас сегодня на каждой школе металлические решетки и люди с автоматами при входе. Правильно? У нас сегодня никто выйти на улицу после 8 часов вечера, ну, если он, конечно, не в пределах Садового кольца живет без опаски, там, получить чем-нибудь по башке. Не может. Это ведь никто не говорит, а обсуждают все ужасы предыдущей системы. А почему? Потому что эта система ни в коем случае не должна быть воссоздана. Почему? Потому что если она воссоздана, значит, нужно пересматривать самый главный вопрос. Вопрос о собственности. А кто же собственность хочет терять? Поэтому дело не в том, что молодые легко ведутся на эту обманку, а дело в том, кто этот миф генерирует, кто его распространяет и в каких интересах. И у нашего образования, у нашего воспитания есть точно такая же классовая природа, как и у нашей пропаганды, в нашей истории. Здесь ничего сверхсложного нет. Необходимо убедить людей, что несмотря на то, что все, что у них сейчас вокруг и все, в чем они живут, ужасно, отвратительно, кошмарно, то, что у них было за плечами, еще кошмарнее, еще отвратительнее, еще хуже. Вот. Мне кажется, здесь довольно простые приводные и легко различимые приводные ремни и механизмы. И я далек от того, чтобы возлагать ответственность на молодежь за то, насколько она безграмотна порой. Еще раз, не хочу никого обидеть, но она такова, какой ее делают. Человека производят в капитализме. Человек производится как товар. И людей сегодня производят точно так же. И я уверен, что если мы будем объяснять людям, что бессудных расправ, да, вот мы сегодня возмущаемся произволом, скажем, силовиков, многие из представителей этих силовиков с большим уважением относятся к Сталину, предположим. Портрет Дзержинского все реже и реже встречается в кабинетах, а к Сталину, как к Красному императору, как к такому, знаете, человеку с усами и с крепкой рукой относятся с уважением, но люди даже не понимают, что это такое, что в советской системе, вот в этой тоталитарной системе, ну невозможно было применять к человеку такие жуткие меры воздействия до вынесения приговора суда, предположим. Нарушаются все мыслимые нормы, даже не право о человечности, представление о человечности и гуманности сегодня, но виноват во всем обязательно ГУЛАГ, где выбивались предпоказания, где проводились из-под следственных, где проводились демонстративные протесты, но никто не говорит о том, сколько было, как выглядела статистика по преступлениям, сколько было преступлений среди несовершеннолетних, какой был процент самоубийств, исчезновения людей, уголовных преступлений и так далее и тому подобное, то есть общая картина скрывается, выдергиваются частности выгодные правящему классу. Удивительного, повторюсь, в происходящем, к сожалению, ничего нет. Я прошу прощения, надо просто одну цифру привести, чтобы было понятно. Например, на территории современной России количество убийств, умышленных убийств в 10 раз больше, чем на территории Советского Союза, который был по численности населения в два раза больше современной России. Делайте вывод, рост в 20 раз, ни в 2, ни в 3, ни в 4, в 20 раз, вы обратите внимание, почему сейчас стали разыгрывать сталинскую карту, то есть образ Сталина как красного императора, а потому что провалилась вот эта вся многолетняя, так сказать, кампания по дискредитации Сталина. И когда они поняли, что эта кампания провалилась, то они решили перевернуться в воздухе, что называется, на 180 градусов и не мытьем, так катаньем. Раз сейчас значительная часть наших людей видит в Сталине человека, который олицетворял победу там, не только на фронте, так сказать, но и в тылу, да, построил индустриальную мощь державы там и так далее, и так далее, мы его возьмем себе в союзники, но только мы его перекрасим, что называется. Он у нас будет не большевиком, ленинцем, не продолжательным ленинских идей, не сторонником мировой пролетарской революции, как правильно сказал Костя, а вот именно красным императором, созданием вот этой красной, или как у нас некоторые писатели выражаются, третьей империи. Вот о чем речь. Константин Викторович, но фактически развенчание Сталина вольное или невольное, оно продолжается и сейчас. Вот на днях вышел фильм Зоя про Зою Космодемьянскую. Ну, я не знаю, был у авторов умысел ее дискредитировать или нет, но получилось нечто ужасное и не надо, мне кажется, нынешним деятелям вообще браться за тему Великой Отечественной войны. А что вот вы об этом думаете? Я думаю, что мы им запретить за что-нибудь браться не в состоянии, потому что они деньги таким образом зарабатывают. Это же бюджет, освоенный из кассы Министерства культуры, а руководители этого министерства потом сходят куда необходимо, с папочкой отчитаются о том, что они не просто так свое место занимают. Это, конечно, выглядит безобразно, отвратительно, так же, как безобразно отвратительно созданный хипстерами при участии разных олигархов и подстроенный трудом таджикских рабочих музеев Петрищева, где я побывал недавно. Все это отвратительно, учитывая то, что совсем недавно те же руки вешали доску Маннергейму в Ленинграде, Петербурге, но для них, для этих людей нет никакого противоречия. Они могут с одинаковым усердием славить и перемешивать что угодно. Их главная задача возбуждать в массах остывающих и остывших по большому счету к власти массах какое-то подобие патриотизма, потому что они больше всего боятся того, что масса отвернется от них. Евгений Юрьевич, генерал Деголь говорил, что Сталин не ушел в прошлое, а растворился в будущем. Вот на сегодняшний день, как вам кажется, что такое для нас Сталин? Это прошлое, выдающееся, героическое, действительно победное, или это, тем не менее, и образ будущего? Вы знаете, я не стал бы говорить, что Сталин это образ будущего. Пускай все останется в истории так, как есть. Надо просто отталкиваться от опыта сталинской эпохи, от опыта ленинской эпохи, от всех, так сказать, периодов отечественной истории, подробно и детально изучать ошибки, чтобы их не повторять, чтобы не действовать, знаете, как Ключевский в свое время сказал, чтобы история не стала для нас надзирательницей, которая сурово карает за невыученные уроки. Вот эти уроки нам и надо извлекать. Вот почему я как историк занимаюсь изучением именно послевоенной советской эпохи. Вот сейчас завершаю книгу над Брежневым. Потому что я вижу, что при выполнении всех вот этих грандиозных, в прямом смысле, грандиозных планов социального, экономического, культурного строительства, когда поднимались до высот человеческого духа десятки миллионов человек совершались и тяжелые ошибки, которые стоили нам страны и жизни миллионов людей. Вот чтобы их не совершать, это ошибки, все это надо безусловно изучать и учитывать, и преломлять через наш уже вот такой довольно богатый опыт, а не тупо следовать, знаете, каким-то постулатам раз и навсегда установленным, потому что я напомню о том, что и Ленин, и Сталин были не только крупнейшими практиками, но и теоретиками, и главным элементом их практической работы, как в том числе и теоретиков, была диалектика, то есть не тупое исследование доктрине, а учет всех входящих в реальной конкретной жизни, и преломлении это через теорию, вот в этом была и сила, и Ленина, и Сталина, и, к сожалению, вот этот метод, что ли, движения вперед, он был потом утерян последующими руководителями, которые во многом не предопределяли движение вперед, а плыли как бы по течению, и вот для будущих вождей, условно говоря, левого движения, коммунистического движения, вот этот ленинско-сталинский опыт, он чрезвычайно ценен, и в этом смысле, если произойдет учет всего этого, то я думаю, что можно будет действительно выстраивать какую-то будущую программу действий и возвращение нашей страны на действительно исторические рельсы ее развития, потому что Маркс тот же говорил о том, что настоящая история человечества начнется тогда, когда будет построен социализм, и в этом смысле он был прав. ленинско-сталинский